Привет, друзья, у Микрофон Антик, мы продолжаем играть в Кодекс оф Виктори, и нам предстоит очень сложная миссия, это Лиса Катнера, сложность высокая, но я уже подготовился немного, ангар забил техникой, даже у нас есть Скорпион, который мы в прошлом бою получили, нам только надо его улучшить, наверное, прокачать, но времени на это нет, у нас сейчас прокачивается артиллерия на прочность, и нам осталось всего один день, 10 часов, наверное, мы не успеем его прокачать. Пойдем в бой как есть, видимо, такую-то артиллерию дождемся, все, артиллерию дождались, один день, 2 часа, все, пошли в бой, летим туда, так, кстати говоря, пока можно, в принципе, поставить что-нибудь еще на улучшение, давайте Скорпион и поставим 10 часов. Да, еще много у нас планет тут впереди, ну что ж, теперь у нас есть координаты резиденции Барона Кабанова, и пришла пора заглянуть к нему на огонек, бой обещает быть тяжелым, и зато можно быть уверенным, что сам Барон появится на поле боя, он просто не может дать задний ход после всего сказанного по открытому каналу, иначе с ним расправится его же вассалы. Ну да, куча техники против нас. Итак, у нас есть база, даже с дорогой, на зимнем фоне я даже не заметил эту дорогу с первого раза. Ну что ж, куча у врага техники и куча точек, между прочим, карта огромная, это первая такая большая карта, пока что в игре, которую я встретил. Ну, 15 очков у нас есть, давайте выставлять уже тогда нашу технику. Так, пару джипов нам пригодится по-любому. Артиллерию брать, давайте артиллерию возьмем. Все, одно очко осталось нам. Попридержим коней. Так, у нас этот чувак тут сидит. Можно ли его уничтожить? 5 плюс 3, плюс 3, да, можно его уничтожить, я думаю. Как раз вот арта сейчас ударит. 4, и робот добавит. Только единственное, мы не сможем занять точку, потому что не хватает нам очков входа. Ну, хотя бы так. Так, подкрепы будут у них, интересно? Подкрепов пока нет. Так, арта продолжает работать. 4, можно его сразу уничтожить от ракетой. В принципе, нормально. Подъезжаем. Конец входа. Можно было, в принципе, джип поставить, но мы бы не успели все равно точку занять. Не хватило бы АП. Так, слушайте, это что за робот такой интересный? Я такого еще не видел на гусеницах. Так, нужны танки. Блин, скорпион со щитом. Офигеть. Так, нужны танки, потому что у танков есть реген. Танк сюда поставим. Ну, что же. Так, арту надо как-то в безопасное место. Да, вот сюда можно ее поставить. Одно очко осталось. Ну, ладно, танк у нас танкует. Робот бьет. Танк держит удар. Блин, слушайте, они ПКД призывают. Так, нам нужна вот эта точка, иначе этому роботу не жить. Четыре. Все, потихоньку, значит, джип еще один призываем и едем занимать точку. Отлично. Два очка осталось. Это значит, что мы можем еще артой ударить. Ну, не знаю, щит стоит снимать артой. В принципе, этот робот может подойти, потом арту уничтожить. У нее четыре урона. Давайте-ка мы побережем от этой дачки Хойла. Просто. Мы можем танкам снять щит пока. Вот, нормально. Так, пока что. Танк, слушайте, уничтожить, да? Ну ладно, нормально. Танк протанковал. Свою задачу выполнил. Лутификация нет. Там еще три единицы боевой техники призвали. Ну ладно, у нас тоже АП уже прибавляется потихоньку. Уж, тебя может быть сюда сначала все занять, потом уже по этому направлению давить. Вариант хороший. Так вот тут вот Скорпион опять со щитом гребаный. Проще, наверное, сначала тут отбиться, потому что у нас силы тут как раз сосредоточены пока что. Так, ладно, давайте тогда снова танк. От дронов можно будет попользовать, конечно. Или турельку. Турелька неплохой вариант, между прочим, она еще с контратакой у меня вроде бы. И давайте танк еще. Отлично. Танк уже больше ничего не сделает. Ноль очков. Конец схода. Чтоб тебя. Ну, в принципе, тут уже осталось-то всего ничего. Три урона. Восемь АП. Так, давайте еще один танк. Там останется два. Два. Да, только щит не снимем и все. Больше ничего не сделаем. Ладно, пока так. Там тоже автор работает. Патрульки никто не бьет, да? Ну и правильно, что бить-то по ней. Дрон мне нужен тогда. Робот убивает. Все, танк едет вперед. Хватит это затерпеть. Три очка еще у нас есть. Ой-ой-ой, тут еще арта работает. Ладно. Тогда мне еще одну труда. А нет, арту не получится призвать. Джип. Можно джип. Попробовать добить эту тарельку. Все, танк разрушен. Черт побери. Да, тратите ходу на дроны. Скорпион пришел со щитом. Сложно. Почему так сложно? Больше танков. Пять очков. Так. У этого ракета уже зарядилась. Но, к сожалению... В принципе, давайте как сделаем дрон. Опять призовем... Нет, получится так. Ладно, конец хода. Тогда прибережем. Надо накопить техники. И пойти в атаку. Блин, смотрите какая скотина крупная призвалась. Так, снимаем щит. Дронов больше нет. Самое время для Скорпиона, я думаю. Три осталось. Эту арту надо уничтожить. Как на нее добраться? Так, ладно. Аркета у нас готова. Четыре, пять. Так дойдешь. А то она будет по нам болеть бесконечно просто. Так. Нормально по танку бьет. Танк регенит. Все по плану. Все по плану. Еще один танк. Вот сюда. Так, у тебя ракета есть. Блин, вертолет она в первую очередь. Так, то уничтожать у него АОЕшка. Опасная затея, конечно. Два осталось. В принципе, да, танк справится. Все, мы подошли вплотную таки. Может еще тройка ударить. Это конец хода. Мы пачки взяли точку. И нет, конечно, не пачки взяли. Там еще две тройки. Сложно от них будет избавиться. Но танки нам помогут. Блин, кредиты-то ни у кого не работают. Так, мне нужно 4 урона. Но 4 урона негде взять. Ммм, беда-беда. Тогда давайте просто подождем, наверное. Хотя. Что ждать-то? Так, подкрепов нет, отлично. Значит, прорываемся. 3-3 нужно. Ты уже стрелял бы им. Все, отлично, занимаем точку. Наконец-то. Вот, теперь можно сюда прорваться, потом уже сюда, с двух сторон подойдем. Так, эту троллику нельзя отсюда убрать уже никак. Ладно, 4 АП, конец хода. Так, я не понял, где-то... Ух ты, нифига себе, у них там какая-то... ...воздушная атака, что ли? Что-то дичь. Все, надо сейчас массированный удар танками вести. Да, это тоже никак не получится по-другому. Разберяемся. 6 АП, конец хода. Все, пошел к нам уже. Так, а мы сейчас точку не займем. Мимо него не пройти. Так, ракета готова. 3-3-4, в принципе, нормально будет. Без ракеты. Так, джип-то не дойдет по этой дороге, интересно? Наверное, нет. Пук у него очков в перемещении-то. Мало. Ну ладно, джип все равно пригодится потом. Пока его сюда поставим на изготовку. 9 очков осталось. Давайте тут тогда потихонечку уже призывать артиллерию. Этого танка выманим отсюда? Как-нибудь. Конец хода. Так, опять авиаудар. Блин, джип уничтожили. Да, танка выманили мы. Так, отлично. Занимаем точку. Да, занимаем точку. Идем вот по этому направлению. Может, даже через лес попробовать пробраться. Да, не хватит нам очков. Ладно, конец хода. И займаем еще одну точку. Отлично. До этой точки, в принципе, нам не составит труда добраться, но... Джипов у нас уже мало, да? Ладно, там два джипа справятся. Танк мы ведем тогда сюда. Ну что, не понадобилась нам помощь? Я думал, тут будут подкрепы призывать, но он не призвал. Этот маленький перешейк мы можем уже контролировать. Вообще же топовая стратежка. Мне было такое в детстве. Я бы поиграл. Так, пять. Пять очков. Как конец хода? Что-то он задумал. Всем дивизиям приказываю вступить в бой. Повторяю, все дивизии в атаку! Не стойте как бараны! Триггер у него сработал, когда мы на мост вошли. Он еще летает. Все, пошла жара. Ни хрена себе. Надо было сначала эту точку захватить, наверное, потом уже идти на мост. Ну ладно. В принципе, так сойдет. Так, этот танк пока не знает, куда девать. Так, ну что ж. Тут все сложно на самом деле. Давай-ка ту ролику поставим на самом деле. У нас еще куча ту ролик. 60 хп у него ни хрена себе там, да? Нет, проще будет сначала с этим и расправиться. Так, ну-ка. Назад-то можно сделать? Нет? Нет, назад отменить выстрел нельзя уже. Обидно. Че, у нас еще артиллерия есть? Только три урона. Это маловато. Так, ну и все, в принципе. Больше ничего не сможем сделать. Хотелось и арту призвать, в принципе. Нет, она не достанет. Рта не достанет. Ладно, наконец ходят тогда. Блин, ну это его урон увеличивается. С каждым ходом. Ну танк они не до конца добили. Тебя сейчас добьют, наверное. Нет, не добили таки. Это хорошо. Все, там точку мы захватим сейчас. Танк пока тут оставим, на всякий случай. Вдруг там подкрепы появятся. Каким-то магическим образом. Убивай. Так, вот этого чувака 60. Ладно, давайте пока скорпиона... Скорпионом займемся. Потом уже совсем остальным. Так, ты уже стрелял, да? Рта тоже стреляла. Скорпиона забиваем. Так, 10 очков. Давайте последний танк. Все, у нас осталось только 2 турельки и 3 арты. Нормально. Так, все их выходили. Еще можно танком сходить. Давайте сходим, что нет там. Как вот 57 хп снимать? Это вопрос. Да что ты мне... Ух ты, а как они в тылу-то появились? Я что-то не понял. Что-то я его пустил из виду. Видимо, этот танк пойдет сейчас оборонять тылы. Да, это я что-то не затупил. Все-таки не зря тут турельку оставил. Просто как в воду глядел. Офигеть. Так, арту бесполезно призывать тут, что ее разбомбят. Можно еще турельок поставить. Давайте еще одну турельку поставим, в всякий случай. Турель, больше у него нет машинок. Машинка тут вот есть. Нужно отсюда убрать потом. Так, этот чувак щитами опять обрастает. Вратолет надо уничтожить по-любому, потому что у него может быть АУЕшка. Все, и продолжаем фигачить этого злого робота. Так, у него какая вообще атака? Это два. Не достает он до арты. Что хорошо. Но... Ракета у него на один. Всего на одну клетку, но очень большой урон. Ладно, ждем. Скотину, точку занял. Сейчас они там призывают меня. Своих бойцов-то. Блин, арта не достает. Черт. Надо идти скорее занимать эту точку. А не чем. Артур, что ли, призвать? Чтобы она доехала. Не доезжает много, да? Да, так и бывает, конечно. Так, слушайте, мы можем точку, между прочим, занять, да и не париться. Тройку тут поставим. Все будет хорошо. Вот уже половину хп сняли. Убегаешься, скотина. Бесполезный танк бить, он будет регенить. Так, еще одну точку занимаем. Возвращаем себе свое. Немножко далеко он бежал. Артур, скорее всего, разбомбит, конечно. Но на месте стоять тоже не дело. Так, давайте еще одну рту сюда. Да, не пробивает он, все-таки не пробивает. Там у нас прочность поставлена. Так. Ну что, разве щека надо бомбить? Что еще делать-то? Развитись в победе. Она будет недолгой. Я только что отослал аугментом коды доступа от оборонительных станций этой системы. Они связывались со мной и предлагали помощь. Они отсканировали мой мозг и перенесли его в компьютер. У меня в голове чертов датчик и цифровая копия сознания активируются сразу после смерти. То есть сейчас. Я не собираюсь гнить в королевских застянках. Да, чувак, мозг свой скопировал. Застрелился, да? Нормально, чем. Так и должно быть. Он больше без мозга. Так, награда неплохая. 20 урана, арту дали. И еще какой-то чертеж. Подтверждаю слова оборона. Связь с другими планетами Звездной системы не удается установить. Даже имея полный доступ из резиденции Капанова. Большинство оборонительных объектов выведено из строя. Лорд, на вас возложена великая миссия по защите трех обитаемых планет Звездной системы от вторжения аугментов. Я немедленно отправляюсь в столицу и постараюсь обеспечить вам всяческую помощь и содействие в ведении боевых действий. Окей. Мы предназначены для полета в таких условиях, поэтому здесь использоваться не могут. У меня есть и хорошая новость. В резиденции барона я обнаружила новейшую модель боевого доспеха, сделанного на заказ. Думаю, вам он придется по вкусу. Окей. Нам предлагают переселиться. Простите, переселиться уже на следующую планету. Это здорово. Там придется подраться, конечно. Так, давайте-ка мы сначала на базу сгоняем. Посмотрим, что у нас там нового там. Лаборатория, доступная комната там. Фабрика урона производит уран, лаборатория производит модули. Вот, отлично, слушайте, модули будут. Так, но нам нужно скопнуть тут немного. Чем глубже, тем уже дороже. Давайте еще вот эти камни уничтожим. Наверное, уже это хочу сделать, но... В общем, как денег нет. Так, тысяча за тысячу пока не будем раскапывать. Так, лаборатория комнаты доступна, это понял. Чертеж лаборатория есть. Завод производится завершен, это фигня. Склад построен, фигня. Это тоже фигня. Все отлично. Так, что со скорпионом-то? Прочность у него еще увеличивается. На заводе нужна техника. Сначала технику произведем, потом уже пойдем в бой. Так, у нас джипы в сепочке, что уничтожено. Надо популяцию джипов восстановить. Это по-любому. Так, турелики очень полезные оказались все-таки. Как ни крути. Так, два танка. Два дрона. И, пожалуй, еще один танк. И... Слушайте, а у нас ведь... Нам нельзя до сих пор производить ни вертолеты, ни в чем. То есть это нормально как бы? Вертолеты я не могу делать. Скорпионов я не могу делать. Вот улучшать их можно. Что интересно. А, прочность-то еще не производится, что ли? Нет, производится все нормально. Крит-шанс. Так, у нас скорпион-то уничтожен или нет-таки? О, вот этот новый робот нам дали. Рыцарь МК-2. Совершенствованный боевой робот повышенной защищенности срочетается с мощным реактором. Способность запитывать соседние юниты. Запитывать соседние юниты, это забавно, слушайте. Нет, скорпионов у нас больше нет. Тогда следует улучшать что-то, что у нас есть. Тут уже все есть. Контратак у него даже есть. Рыцарь Лета у нас тоже нет. Дополнительный слот под модуль можно арке дать. И джипам прочность. Давайте джипам прочность дадим сначала. Сейчас пополним технику до полного ангара и... Еще один танк. Еще один дрон. Все. Так, тут комната у нас раскопана. Давайте как раз лабораторию поставим. Тут комната тоже раскопана. Мы фабрику урана поставим. Поскольку зона с ураном есть. Все, следование завершено. Ангар полный. Ну что, полетели тогда на следующую планету? Посмотрим тут, насколько сложно будет. Выглядит как луна наша. Чего еще? Не-то уж щелкнул. Сейчас на базе сначала дам задание. Что-то новое исследовать. Крит шанс. 5% это хорошо. Но давайте сначала дополнительный слот арке дадим. Так, нас тут во времени опять же не ограничивают вроде как. А нет, 3 дня осталось, да? Только подождем арту тогда. В артиллерию дополнительный мод всунем. И будем дальше думать. Шесть часов, пять часов. Давай. Четыре часа. На базу. Так, глядим, что мы можем сделать. У нас новые модули появились. Повреждения плюс два. Прочность минус два. Можно в принципе джипом, как камикадзе они будут. Убийственные. Так, вот у нас арта. Арте прочность минус два. Не вижу смысла. Трит шанс есть, конечно, было бы хорошо. Саморемонт. Саморемонт бесполезен. Там слишком мало хп. Артиллитов нет, скорпионов нет. Тут уже все засунуто. Ну что, в бой наконец-таки, в бой. Уничтожите аугмента хакера, контролирующего узел связи и боевую технику противника. Враг взломал коммуникационный узел на Илоне и держит его под контролем. Необходимо устранить источник атаки и вернуть контроль над станцией связи. Корабль придется посадить на большом удалении от мест ведения боевых действий, чтобы обезопасить его от возможного взлома со стороны врага. Тут какие-то новые уже юниты. Покрашены, по крайней мере, по-другому. Наверное, они усилены еще. Аугмент хакер. Вот этот чувак. Как в матрице. На большом удалении от врага, значит мы, опять же, без подкрепов будем играть, да? С трех сторон мы имеем возможность наступать. Любопытно. Имеет ли смысл с трех сторон наступать? Нам нужно до хакера добраться, нам больше ничего не надо ведь. Так что, вертолетов у нас нет. 5.18. Танки сразу. Точек тут вообще никаких нет. Тупо будет штурм, да? Соответственно, арту ставим тогда. Так, нет, если штурм надо... Если подкрепов не будет, то надо по-любому танки делать. Я не могу влево сейчас двинуться никак, чтобы туда поставить технику. Вот, нормально. Осталось три очка. Такой лжип у нас войдет. Зарегистрирован всего один юнит аугментов. Хакер, который контролирует как узел коммуникаций, так и всю боевую технику противника. Достаточно будет избавиться от него, и мы сможем восстановить контроль над станцией связи. Хакера охраняет отлично укомплектованная артиллерия, контролируемая противником. Подобраться к нему будет непросто. Это да, слушайте. Тут куча арты. Ну, сейчас они будут все потихоньку стегиваться ко мне, конечно же. Так, турельки. Какой у меня сейчас робота? Так, это... Шель с расстояния 4. Ну, нормально, че. Можем сразу же зарядить по... А, нет, слушайте, а почему не... А, тут горы. Горы не дают мне атаковать. Офигенно, слушайте, сделано. Горы не дают турелькам... По турелькам побить. Ладно. Будь по-вашему. Артаты сможет тут достать? Артаты сможет, только арту потом уничтожит. Скорее всего. Все, кончились очки. Танк у нас танкует. Надеюсь на него загорится. Так, арту пытается уничтожить. Ой-ой-ой. Да, вот это я не предусмотрел немного. Ладно. Так, опять. Арту надо в первую очередь уничтожить, потому что она сейчас полом полить будет. Блин, там еще одна арта. Что ты будешь делать-то? Ладно, все равно арту придется бить. Как не крутим. Надо остальных подтягивать. Так, ботанку пусть бьют. В принципе, он нас отрегенет. Нет, не отрегенет уже. Уже не отрегенет. Здорово вам дня на этом замечательном спутнике. Разрешите представиться? Я Преон. Говоря от лица расы аугментов, я призываю вас сдаться. Так вы предотвратите ненужные потери. Вот так, вежливо, слушайте, нам предлагают сдаться. Мы впервые вступили в переговоры с королевством. Мы обязаны известить канцлера. Да. Сейчас только их всех убьем и известим. Обязательно. Так, тут уже плохо у нас. Потому что там... Не можем мы полностью подойти сразу же. Так, джоп. Блин, арта-то бьет. Так, слушайте, а можно на безопасное расстояние встать? У него атака всего три. Тут некуда встать. Ладно, мы хотя бы из области поражения увидим. А, слушайте, а чего он не может атаковать-то почему? А, блин, очки хода кончились. Твою мать. Надо было бить. Затупил. Так, ну, в принципе, мы просто будем двигаться по этому направлению. Сейчас арта будет бить. Робот у нас регенит неплохо. О, критическое попадание. Офигенно. Так, ну и что, идем дальше. Танки у нас танкуют. Все как обычно. У джипа-то у нас не хватит ему уже очков. Скоро доберемся до этого аргумента. На джип согрелись, в принципе, неплохо. Понятно. Дополнительная сложность. Вот тут бы нам джип-то и пригодился, да, чтобы подставить этому хакеру гребаному. Так. Значит, одну единицу техники придется уничтожить, и это будет танк. Что плохо. Что очень плохо. Ну, я надеюсь, что... Давайте сначала уничтожим. И один танк ему отдадим. Он только одну может контролировать, да? Так. Так. Так, теперь срочно этот танк нам надо бомбить. Уходим отсюда. Когда мы его уничтожим, он, интересно, заново возьмет или что? Так, тут шесть. В принципе, нет смысла сейчас ракету тратить. Не все под угрозой у нас, конечно. Ну, что делать-то? Как видите, мы такие же люди. Я расту как человек. И можете поверить, мне знакомы страдания органической оболочки. Нет тренги. В принципе, можно танку позволить просто бить. Потому что если мы его уничтожим, он может взять другой юнит. Попробуем. Рискованно, но попробуем. Зачем кому-то умирать, когда все могут жить вечно? Зачем оставаться в устаревших телах, способных жить только на землеподобных планетах, когда вселенная так многообразна? Сейчас ты узнаешь ответ. А, он две уже взял техники единицы. Нормально, слушайте, нормально. Так, и, короче, я врага заряжаю тоже. Офигенно. Да уж, забавно, забавно, слушайте. В бою с этим аугментом доспех только остался. Ну, не уничтожит доспех. Не хватит урона. Мы страдаем в виде миллиона неэффективных смертей ваших подданных и не можем бездействовать. Так-то это читерный, если он любое количество техники может взять под контроль. Поздравляю с победой. Теперь мы сможем восстановить связь и узнать, что на самом деле происходит в подконтрольной нам звездной системе. И захватите остатки аугмента. Может, мне удастся вытащить из него что-нибудь полезное. Наверняка удастся. Ну что ж, смотрим награду. В основном дали нам модуль на передвижение. Это вот то, что из аугмента вытащили и пару чертежей. И, наконец-таки, корабль-танк появился у нас. Неплохо. Лорд, разрешите доложить. Связь с основными научными и добывающими станциями Илонии восстановлена. Поставки ресурсов вызабновлены. Я получаю стабильный поток данных со всех колоний. Но дела у нас идут неважно. Мы упустили момент, когда еще можно было остановить аугментов в космосе. И они перешли к фазе высадки. Присутствие базовых кораблей аугментов обнаружено на всех трех планетах. Последним высадился десантный транспорт на Цефее. По нашим сведениям, он наиболее уязвим. Планета Кали выглядит полностью оккупированной аугментами. Необходимо контратаковать как можно быстрее, пока они не успели на ней закрепиться. Я хорошо знаю Кали. Это моя родная планета. На ней часто свирепствуют пыльные бури. И я знаю места, где они идут постоянно. Думаю, мы сможем там приземлиться почти не рискуя кораблем. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...